Это Славутическая больница. За этими окнами кабинеты, где принимают не только наши врачи, но и приезжающие узкие специалисты из Чернигова. Сегодня среда, и черниговских врачей у нас в больнице трое. Но вначале заглянем к Славутическим. На приеме у Галины Михайловны Ширенко пациент, который пришел на прием к семейному врачу, а та, послушав, рекомендовала ему заглянуть в кабинет ультразвуковых исследований. Здесь темно, еле слышно, как работает аппарат УЗИ. Осмотр проводится, конечно, дольше, чем здесь находится наша камера, но оказывается, то не все так просто у Славутического пациента. Оперативно мы делали осмотр, по итогам осмотра принимаем решение о том, что его нужно срочно, срочно конфликтировать у кардиолога, потому что по жизненным показателям он, ну, скажем так, нуждается в срочной госпитализации. Ну, на мой взгляд, как врача ультразвуковой диагностики, то есть у него налицо признаки перегрузки, сердечной недостаточности. А если бы сегодня не было врача-кардиолога? Ну, пришлось ехать в Чернигово. Это вот, во-первых, это напряженно чисто физически для человека. Интересно, если сердце важно. Да, вот. И материально это, и неизвестно, когда кому попадет. А это очень удобно. Не знаю, как остальные специалисты, но считаю, что у нас кардиолог это взрослый. Кардиолог это очень оправдано, наличие сейчас на приеме. Врач-кардиолог из Чернигово, Ходовицкая, его приняла и рекомендовала срочное лечение. А мы немного подождали и зашли к врачу-кардиологу Марии Йосиповне. Она работает один раз в неделю в Славутиче уже с октября. Приймаем мы с жовтня месяца 2020 года. Из-за этого периода мы уже приняли 320 хворых. 320 хворых. Это минимум 15 хворых за день. Из этих 320 человек у нас в кардиодиспансере, в Черниговском областном кардиологическом диспансере, пролековано 63 людини, из них сделано коронарографии для обстежения судин сердца. До 15 человек, до 15 хворых, проведено стентування. Это когда судины закрыты атеросклеротическими бляшками, и им ставят стенти для открытия кровотоку в коронарні судины. И простентовано 5 человек, в когось одна артерия, в когось дві артерии. Пролековано також був дуже цікавий хворий у нас, де був відрив хорди, надрив хорди, і були закриті два клапани. Він був направлений до нас, у нас він дообстежений. Цю патологію ми підтвердили, яка у нього тут була знайдена на УЗД серця, і направлений в центр серця. Там прооперований, йому протезовано і аортальний клапан, і мітральний клапан, і ушита хорда. Таким чином спасли йому життя, це був чоловік молодого віку, 50 років. Звернувся до нас, він навіть без підозри відчував перебої. І коли ми зробили електрокардиограму, побачили, що там перебої такі, що з такими не живуть. І шанс померти в нього був кожну хвилину, тому що дуже перебої були. Це називається шлоночкові екстрасистоли. А ми поінтересувалися, чим славучані відвічаються від чернігівських, больних. Ілі больні везде одинакові. Хвороба не вибирає. Чи ти славучанин, чи ти чернігівчанин, чи ти з Європи, чи ти з Америки. Хвороба не вибирає. Серцево-судинна патологія у всіх країнах світу, вона дуже стоїть на першому місці. Навіть на другому місці стоїть онкологія. Тому особливо це ішемічна хвороба серця, це станокардії. Дуже часті клапани потрібно людям, заміну протезування клапанів робити, тому що дуже часто страдають клапани. І зараз дуже актуальна проблема, і я думаю, що хворих виросте ще більше, їх стане в зв'язку з ковідом. Ковід, він уражає всі органи системи, але саме більше він уражає серцево-судинну серцеву і центральну нервову систему. Це головний мозк і серце. А кому би ви рекомендували прийти к вам на прийом? По тактиці лікування кожен хворий повинен перше дзвонитися до сімейного лікаря. Сімейний лікар, він зробить електрокардіограму, послухає, якщо йому щось не сподобається, то тоді сімейний лікар вже направляє до вузьких спеціалістів, до кардіолога, до невропатолога, в залежності від того, яку він виявить патологію. Так що перше – це, звісно, сімейний лікар. Раніше в нас були профілактичні огляди, і це було дуже добре, бо на ранніх стадіях виявляли всі захворювання, і серцеві, і мозгові, і особливо онкологію. А зараз профілактичних заходів таких не проводиться. Було би добре, якщо б хворі самі звертали увагу, якщо з'являється, особливо після ковіду. Є такий термін – постковідний синдром, що туди входить. Туди входить слабкість, задишка, яка з'являється у хворих, дискомфорт в ділянці серця. Якщо він відчуває, що часто серця биття, навіть з якимись перебоями, йому обов'язково потрібно звернутися до сімейного лікаря, який дає направлення, до гуського спеціаліста-кардиолога. Я слышав у вас очередь, да, уже на майдані? Черга у нас вже до червня місяця. В сосіднім кабінеті ще один черниговський врач – невропатолог Яковенко Олена Андреївна. Як она утверждає, к невропатологу всегда очередь. Вот только сниматися в кабінеті на приємі у врача-нервопатолога ніхто не хоче, і нас пропускають без очереди. Ілена Андреївна принимає в день по 10-12 чоловіків. Вопрос тот же. Чем свого чаяния отличаются от черниговців? Все одинаковые, все жалобы одинаковые, все жалобы, если человек болеет, все люди идут с проблемами. К вам попасть, треба записатися, в смысле, к вам рекомендують семейный доктор. Так, так. То есть через семейного доктора можна спать к вам. Да. Ваші рекомендації? Нужен человеку к нервопатологу или нет? Ну, може людина не думає, що йому потрібно. То есть, які симптоми говорять о том, що, ну, лучше бы вам зайти на консультацию? Частые головні боли, головокруження. Ну, якщо це інсультні, ну, підозрення на інсульт, к примеру, це нарушення речі, а не мене, руки, ноги, або ж їх нарушення їх підвіжності, ну, к примеру, я так кажу. Часто, в последнее время, стали именно тревожно-депрессивные расстройства, очень много, когнитивные нарушения, очень много. Пошли нарушения памяти, и поэтому все идут, просят, чтобы выписывали препараты. То есть, если у меня проблемы с памяти, я что-то забываю, то это главное? Да, ну, мы беседуем, я вас тестирую, смотрю вас, вот, и мы потом решаем, какой препарат, учитывая ваши патологии, ну, возраст, патологии, что вы принимаете, какие препараты сердечные, чтобы это все подходило, сделаю вам рекоментацию. Далее еще один черниговский целитель, детский кардиоревматолог Котляр Наталья Викторовна. А на приеме у нее молодой славучанин Максим. Он напыкается многими докторами, у него есть сочетанные заболевания, и как проявление есть сосудистые изменения. Его смотрят разные доктора, я миту разных специальностей, и вот пытаемся Максима привести в норму. Да, Макс? Лучше становится Максим? Или мама скажет? Наталья Викторовна, очень хороший врач, лечит с рождения. Постоянно у нас периоды сердце плохо работает, мышцы не работают. Если положено 230, работает 56 мышцы. Помимо того, что его низкая сатурация, плохие показатели крови, анализов, стараются поднимать. Сейчас тоже плохие показатели. Она нас выводит с плохого состояния. Поднимает, по результатам анализов, назначает нам препараты, и препараты поднимают его давление. Если у нас были проблемы с ногами, мы сейчас ходим. Ребенок пошел год и десять, потому что у нас органическое заболевание идет, и оно поражает все органы. Самые органы, которые нам надо, ну, работать давно, сердце, пожелудочное, печень, это нам помогает. Вот на данный момент нам помогает Наталья Батьковна, потому что в Солочище нет узких специалистов. И сейчас поехать в локдаун, поехать в Чернигов тоже нельзя. Настоящий сложно, так. И мы очень благодарны, что есть такой врач. И особенно врач с большой буквы. Никогда я не сомневалась в ее лечении. Знакомимся с Натальей Викторовной. Кардиоревматологом работаю уже 25 лет. Ага. С 95-го года. И учитывая такой, так сказать, долгий путь, я могу сказать, что сейчас это очень как бы усугубилась нужность, то есть усилилась эта нужность. Потому что у детей настолько стали болезни взрослых, что если раньше я, когда начинала работать, больше была врожденная патология, то сейчас в 10, в 11, в 12 лет у них наступает гипертоническая болезнь. То есть это уже признаки раннего инсульта. Очень много аутоиммунных заболеваний, которые называются в нашем, так сказать, медицинском кругу ревматоидные артриты. А это уже идет инвалидизация контрактуры, плохо ходить, суставы деформируются. Поэтому, как на мой взгляд, сейчас наоборот, это очень нужная специальность для того, чтобы делать профилактику детям, чтобы в будущем было меньше таких заболеваний и меньше детей с инвалидностью в детстве, переходящих во взрослый возраст. А чем это связано? Вот такая болезнь, которая раньше была для людей, скажем, старше 40-х. Вы знаете, вот сколько я наблюдаю по ревматоидным артритам, это когда иммунная система ребенка, она работает против самого ребенка. Настолько видоизменились вирусные заболевания, то есть самые вирусы, они настолько мутировали, переродились, перевоплотились в что-то невероятное, что они поражают именно эти ткани, которые находятся возле сустава, которые поражают лимфоидную ткань. Ну, я считаю, что это вот именно связано с нашей экологией, с образом жизни, с какими-то вирусными заболеваниями, которые вот именно перерожденные, и которые на детский организм, как молодой организм, который более восприимчив к вирусным заболеваниям, именно в таком возрасте очень сложно перенести, не получая осложнение. И еще, конечно, не всегда нужно попасть. Родители больше занимаются самолечением. Ну, появилось какие-то признаки насморка, горлышко заболело. Дали таблеточку лизнуть, пырснуть, что-нибудь. И это все хронизируется. И потом, когда они уже приходят к доктору, уже это есть болезнь, а не предвестники болезни. И уже эту болезнь надо тогда к специалисту направлять и именно заниматься очень долго. В каком случае вы рекомендуете родителям уже обращаться к вам? То есть какие признаки? Вы знаете, у кардиоревматологов всегда существовали заболевания, которые являются из группы рисков. Это прежде всего часто болеющие детки. То есть более трех-четырех раз болезни вирусными заболеваниями в год. У детей, у которых очень плохая носоглотка, то есть хронические тензилиты компенсированные, декомпенсированные, то есть те, которые уже нуждаются в каких-то оперативных лечениях. Детки, которые являются носителями бактерий определенных, стриптококков, стафилококков. У детей, у которых появляются непонятно почему отеки суставов. То есть это тоже. Мы всегда говорим, если есть какие-то боли в сердце. Учащение сердцебиения ночные, то есть тахикардии непонятные. Дети с одышками. И всегда мы говорим, чтобы обращались к детским кардиоревматологам дети, которые хотят профессионально заниматься спортом. Потому что бывает так, что неосмотренные детки идут в спортивные секции, там физические нагрузки усиленные, дети падают, и получаются очень непонятные немые смерти. А скрытых и невыявленных заболеваний кардиоревматологических детских очень много. Поэтому мы с семейными врачами, с педиатрами, всегда тесная связь у нас, что если у вас что-то такое есть, лучше вы направьте. Мы сделаем функциональную диагностику, мы сделаем функциональные пробы. И от того, что он придет, будет лучше только мамам и ребенкам. И вы будете спокойно работать. Поэтому мы всегда в связке работаем с семейными врачами, с педиатрами. И всегда дети, имеющие социальные пособия, у нас осматриваются раз в три месяца, чтобы не было ухудшения. Мы их подлечиваем, мы в связи с тем, что сейчас нету стационара, мы амбулаторно ими занимаемся. То есть, ну, я считаю, что наша специальность очень важна. А много вот в сноуничестве детей, которые уже к вам обратились, ходили, занимались? Да, вы знаете, когда мы только здесь появились, а мы начали работать в октябре месяце, мы уже выявили ряд заболеваний, которые, вот я сказала, ревматоидных артритов мы два выявили. Именно почему-то у медработников, детей медработников. Да, мы очень тесно поработали здесь, в Славутиче есть, может, неправильно скажу, детский дом. Им очень сложно, у них нет финансов, отвезти ребенка в Киев, отвезти ребенка в Чернигов, чтобы вот откорректировать лечение, добавить какое-то. То есть, они очень благодарны, что мы здесь появились, они привели, мы сдали все анализы, посмотрели, сняли и назначили другое лечение. Так, в среду в нашей больнице мы провели часа полтора и познакомились с тремя черниговскими врачами. И вас с ними познакомили тоже. А судя по тому, что в кабинеты мы попадали не сразу, все врачи востребованы слоутичанами. И это точно удобно для жителей Славутича. Не мы в Чернигов, а они, врачи в Славутич. Пусть пока и один день в неделю.